Главное ноу-хау и мембранная экономика делится на две подсистемы Одномемембранная и двумембранная Одномембранная и двумембранная И до перерыва мы с вами только перечни их успеем составить Почему желательно именно это сделать и не разобраться с каким-то конкретным экономикой А иначе смысл этих слов будет непонятно Почему их называют додномембранными или двумембранными А дело в общем Если у вас внутри клетки плавает маленький пакетик из мембраны И внутри этого пакетика что-то такое синенькое краснеется Или что-нибудь холодненькое варится То есть порция вещества закрыта мембранным микропакетом Такое образование будет называться визикон Это просто мембранный микропакет Как через определение? Мембранный микропакет Микропузырек Стенки которого из косполепитного веслоя Транспортными рецепторными долками со всеми делами Это просто упаковка веществ Если у вас здоровущий пакетик Вот ровно такая же мембрана Ровно те же самые белки Просто размер не вот такой, а вот такой Так? То такой крупный мембранный кузырь Будет называться вакуоль Второй вариант однокомембранного оконоида Вакуоль То есть визиклат вакуоль Отличаются размеры И визиклат вакуоль Это одномембранный? Да, одномембранный Сейчас все одномембранные делают Еще одна, на самом деле Самая главная одномембранная деталь Это система шлангов Построенных из мембраны Которые пронизывают весь объем стоплазма И образуют такой трехмерный лабиринт То есть лабиринт идущий не на плоскости, а в объеме Это шланги, или как биологи говорят, каналы Стенки которых построены из биомембраны Все они вместе будут образовывать Какой аппарат его креотической клетки Как и отдел называется Вы называете сейчас функцию Да, транспортная функция для этого аппарата очень важна ЭПС ЭПС Эндоплазматическая сеть Эндоплазматическая сеть Это трехмерный лабиринт Из каналов и полостей Пронизывающий Эндоплазматический лабиринт Эндоплазматическая сеть Это такой толстый оладушек Который лежит над вторым оладушком А он лежит над третьим Вот их может быть несколько стопов А все оладушки соединены друг с другом С системой вот таких микротрубочек То есть перейти из объема одного оладья В объем другой лепешечки Вполне можно Только не по прямой А вот через эти микротрубочки Такой отдельный органой Диктиосома 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 Состоит из вот этих Мембранных полостей Которые связаны С другими микротрубочками Хорошо А теперь Я сказал, что Как правило В клетке не одна диктиосома Ну а теперь, народ Слушали вы такое Сочетание Аппарат президента Нет Вообще нет? Да Аппарат МВД Аппарат Министерства образования Слушаю Скажите, пожалуйста Аппарат Министерства образования Из одного министра образования стоит Нет Стоит все чиновников В этом аппарате Которые делают Все самое главное Для создания Образования В нашей многострадальной стране Хорошо Такого Аппарат Больджа Состоит из диктиосома Многочисленный диктиосома Вот это Весь список важнейших Обномембранных органозов А вот теперь Можно сказать Кто такие двумембранные Их всего три разных варианта И сейчас вам будет понятно Почему Такие органозы Называются двумембранные Первый вариант Который есть у всех Эукриот Называется Ядро Ядро построено так Вот один косфолипидный Бислой Который ограничивает Вот этот объем Так А вот это Второй Косфолипидный Бислой Второй Ни в коем случае Что нельзя купить Два слоя мембран С двумя Своями Косфолипида Из двух слоев Косфолипидов Вы сколько мембран Получите Одну или две Два слоя Косфолипиды Одна Конечно А у гидра Если количество Слоев Считать Сколько Четыре Четыре Совершенно верно И Надо сказать Что Вот так Вот Прямо Сквозь И первую И вторую Мембрану Вот так Пробуют Сложные Транспортные Белки То есть На самом деле Отгораживает Этот барьер Внутреннее Сотяжимое Гидра Стоплазма Непроходимым Образом Или Не отгораживает Не отгораживает Только Транспортный Белок Будет пропускать Кого не Попыть Или Только Строго Определенная И в ту И в другую Сторон Или Только В одну Сторон Таким Образом Осуществляется Строжайший Контроль Веществ Которые Могут Войти Стоплазм В ядро И веществ Которые Могут Выйти Из ядра Стоплазм Это ядро Второй Тип Органоидов Которые Тоже Есть У всех Эукариот Называется Будет Ни Ни Топ Кондрия Крупный Органоид Хорошо Видный В светоровых Раскол Если Подкрасить Выглядит Приинтересным Образом Такая Толстая Сарделька Я вам даю Два Воздушных Шарика Не надувая Оба не надувая Один воздушный Шарик Вот такой Маленький А второй Воздушный Шарик Вот такой Большой Вопрос Не надувая Можно ли Большой Шарик Засунуть Внутрь Маленького Что для этого Надо с ним Сделать Снять Его Складками Именно Так Устроена Метахомбрия Она состоит Из двух Разных Мембранных Пакетов При этом Внешний Пакет Меньше Внутреннего А значит Внутренний Образовал Многочисленные Складки Вот такие У какого Пакета Больше Блокий Поверхности У внешнего Или у вниз У внутреннего Внутреннего Нескораживаешь Понятно Почему Этот органоид Будет называться Двумембранным Одна Мембранка Здесь зеленая Нарисована А вторая Розная Ну и наконец Последний Третий Тип Двумембранных Органоидов Будет называться Пластиды И вот он Характерен Только для растений Ни у животных Ни у грибов Пластид не бывает Пластиды делятся В свою очередь На три Разные Обгруппы Самое Главное Исходное Из которых Хлоропласт Хлоропласт Что это за пластиды Какие задачки имеют Фотосинтез Совершенно верно Создание органики Только есть Одна Бедулька Давайте Смотрим Что? Он делает Только на свету В темноте он Делается Наоборот Нет На Батон Ничего не делает В темноте Конечно Но дело в том Что энергия Вашей клетки Нужна только Днем Или ночью Тоже И ночью Тоже Энергию клетка Получает И все И глюкоза Глюкозу Строит Хлоропласт Ну Днем он его Строит Это нормально Энергию получить нужно Вопрос Откуда ваше тело Энергию ночью берет И запас А значит Любая пластида Кроме того Что синтезирует Органики Будет еще хранить запас Хлоропласт Кроме аппарата Построения Сахара Есть еще Обязательно Склад Уже готова Продукция Склад сахара Ну Два остальные Варианта Пластид Лейкопласт И хромопласт Сейчас мы Рассматривать не будем